МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Число трудоустроенных россиян к концу 2021 года вырастет более чем на миллион и достигнет почти 72 миллионов человек. А ситуация на рынке труда восстановится на уровне 2019 года. Со ссылкой на Минтруд сообщают федеральные СМИ. В частности, поспособствовать этому может соцконтракт. Он должен помочь малоимущим семьям или одинокому человеку выбраться из кризиса. Как это работает на практике? Кто может получить помощь по социальному контракту? Как это все оформить? Ответы на эти вопросы и мнения участников проекта сегодня в нашей программе. Это область решений. Я Сергей Сергеев. Здравствуйте. Программа оказания помощи на основании социального контракта реализуется в нашей стране с 2013 года. Но известность она получила лишь недавно. В прошлом году в программе участвовал 21 пилотный регион. Повсеместно внедрять эту практику предложил президент. В январе прошлого года Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал вести программу социального контракта во всех субъектах страны. Сегодня социальный контракт – это единственный инструмент, который позволяет не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе. Все иные формы предоставления социальной поддержки привязаны к конкретной жизненной ситуации. Это рождение ребенка и достижение им определенного возраста, потеря работы, временная и постоянная утрата трудоспособности. По сути, социальный контракт – это пошаговая дорожная карта по выводу из малообеспеченности конкретной семьи. То есть в рамках социального контракта обязательство принимает на себя как государство, так и гражданин. Социальный контракт – это мер социальной поддержки, направленный на помощь семье либо другому проживающему гражданину выйти из его трудной жизненной ситуации. У нас существует четыре направления социального контракта. Основные из них – это помощь гражданам при поиске работы. Там мер социальной поддержки возможны в размере 45 тысяч рублей в общей сумме. Это помощь гражданам на развитие их предпринимательской деятельности. Там мер социальной поддержки до 250 тысяч рублей, ну, весьма существенная. И помощь гражданам при введении личного подсобного хозяйства. Мер социальной поддержки может быть оказана в сумме до 100 тысяч рублей. На реализацию программы в 2021 году в Орловской области выделено уже более 164 миллионов рублей. Основное условие для заключения социального контракта гражданином является наличие среднего дохода, не превышающего личного приличного минимума в Орловской области – 10 722 рубля. Для того, чтобы оформить социальный контракт, необходимо обратиться в социальную службу и уточнить возможность участия в программе. В заявлении надо указать причину и вид помощи. Документы, которые необходимо будет принести в отдел социальной защиты – это документы о доходах, которые мы не можем запросить сами. Это, ну, как правило, справки о доходах, какие-то документы, подтверждающие алименты. Ну, в общем, то, что социальной защиты не можно сама запросить. Документы, справки из службы занятости, из пенсионного фонда, фонда социального страхования мы запросим сами, за ними ходить не надо. Социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства – это относительно новый вид социальной выплаты. Участники этого направления могут потратить деньги, выданные государством по контракту на покупку скота, домашней птицы, пчел и сельхозинвентаря. Одно из направлений здесь – это как раз заключение социального контракта по направлению личного подсобного хозяйства. В рамках этого мероприятия человек может взять, получить, вернее, социальную помощь в размере 100 тысяч рублей, или до 100 тысяч рублей на приобретение различной сельхозтехники, животных, ремонта своего подсобного хозяйства с целью именно развития личного подсобного хозяйства и тем самым, как бы, улучшения своего материального положения. Более 50 жителей нашей области выбрали направление развития личного подсобного хозяйства. Среди них Елена Моргунова из Орловского района. Я обратилась в социальную защиту Орловского района. Я рассказала о том, что я хочу сделать, что у меня уже есть и куда бы я хотела вложить эти денежные средства. Меня послушали и сказали, чтобы я собирала документы и составляла бизнес-план и зарегистрировалась в качестве самозанятой. То есть это было неотъемлемое условие социального контракта. Все это сделала, собрала документы, составила бизнес-план. Ну, благо, по образованию я менеджер, и мне, как бы, не особо больших усилий это стоило. Вот, принесла всю защиту. Приехала комиссия. Они посмотрели по факту, все ли я соответствую, что у меня, да, действительно есть начальный бизнес, как бы куры, козы, кролики и все такое прочее. Ну, и через какое-то время они позвонили и сказали, что да, комиссия приняла ваш бизнес-план, и мы хотели бы с вами подписать социальный контракт. 29 мая я подписала социальный контракт на 100 тысяч. То есть именно для ЛПХ, для владельцев личного подсобного хозяйства выделялось 100 тысяч рублей. Через 10 дней мне поступили денежные средства на счет. Я приобрела инкубатор на 100 яиц. Вот, как бы, вот вы проходили, там увидели вот эти курочки, маленькие цыплята, это уже инкубационные. И приобрела стройматериалы для строительства нового сарая. Вот, он мне нужен был для увеличения поголовья кур, для увеличения поголовья кроликов, я хочу заняться разведением кроликов, ну и, соответственно, хранение на зиму кормов. Николай Якушев с помощью соцконтракта открыл в Орловском районе мини-парк семейного досуга и развлечений. Здесь у него батуты, машинки, развивающие игрушки. Больше года назад Якушев попал в кризис. Из-за пандемии простой пришлось закрыть аналогичный бизнес в городском парке Орла. Потом Николай узнал о социальном контракте. В соцзащите мне объяснили, о нем рассказали в советском районе. После чего я подал заявку туда и попутно оставил бизнес-план на утверждение специалистам. То есть они мне его утвердили, я пришел в соцзащиту советскую, показал свой бизнес-проект. Соцзащита приняла мою заявку, после чего мы в мае подана заявка, в апреле подана заявка, а в мае мы уже заключили договор после того, как они все проверили и одобрили. То есть за месяц. Да. Это было все быстро, да, без всяких задержек. После чего, после подписания договора, мне на счет перечислили денежные средства, которые я, собственно, и использую для открытия вновь такого бизнеса. Все участники программы, вне зависимости от направления поддержки, отчитываются перед государством за потраченные деньги. Таковы условия. Отчеты весьма простые. Это, ну, образно, что-то приобрели, чеки, человек предоставляет уже соцзащиту. Мы видим, что деньги расходованы в целевом направлении, так как гражданинам и запланированы. Вопросов нет. По данным Минтруда, которые представлены в федеральных СМИ, в этом году планируется заключить 300 тысяч соцконтрактов. В бюджете на это предусмотрено более 26 миллиардов рублей. А в ближайшие три года количество контрактов должно превысить миллион. Далее обзор событий и наша рубрика «Интервью». Семь дорог отремонтируют в Орле в будущем сезоне. Работы на улице Ломоносова начнутся в этом году. В 2022-м в Орле обновят улицы Максима Горького, Алроса, Зеленина, Бурова, Космонавтов и Бульвар Молодежи. Предварительная стоимость работ – 348 миллионов рублей. В этом году на ремонт 10 улиц областного центра выделено 412 миллионов рублей. В сентябре состоится открытие благоустроенных территорий в Болхове, Ливнах и Малоархангельске. Проекты реконструкции этих общественных пространств стали победителями пятого всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений. Он проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщается на портале Орловской области. Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил дополнительный конкурсный отбор проектов для предоставления грантов на развитие семейных ферм. Он предоставляется фермерским хозяйством или индивидуальным предпринимателям. Потенциальные участники программы могут получить не более 30 миллионов рублей. Подробная информация о конкурсе размещена на портале Орловской области в разделе «Экономика и социальная среда. Сельское хозяйство. Конкурсы». Итоги конкурсного отбора будут подведены 25 октября 2021 года. С 1 сентября в России вступил в силу ряд изменений в законодательстве. Среди новшеств – гаражная амнистия. Об этом и не только нам расскажет заместитель директора кадастровой палаты Орловской области Вячеслав Бувин. Здравствуйте, Вячеслав Иванович. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. В чем суть этой гаражной амнистии? Почему именно амнистия? Да, на данный момент по предварительным подсчетам в России где-то порядка от 3,5 до 5 миллионов таких объектов, незарегистрированных гаражей, что ограничивает владельцев таких гаражей распоряжаться им в гражданском обороте. Свободно продавать, дарить, сдавать в аренду. И процедура регистрации на таких гаражей, на земельные участки под ними, она достаточно занимала долго времени и средства занимала долго. Но изначально каким образом эти люди стали владельцами этих гаражей? Почему их тогда не зарегистрировали? Это какие-то участки земли особые? Или как это все у них происходило? Почему проблема вышла на поверхность? Да, на самом деле это все в законодательстве. Под гаражную амнистию попадают, будем так говорить, попадают гаражи, которые построены до вступления действия градостроительного кодекса, который в принципе и определяет дальнейшее действие с объектами капитального строительства. Так вот, гражданский кодекс у нас вступил с 30 декабря 2004 года, поэтому те объекты, которые построены до этой даты, тогда это не подлежало регистрации. Вот они сейчас могут этим воспользоваться. Гаражи, которые находятся в гаражных кооперативах, это я сейчас говорю о тех объектах, которые попадают под гаражную амнистию. А также гаражи, владельцы которых стояли в трудовых отношениях с предприятиями или заводами, которые предоставляли им в свою очередь земельные участки под строительство таких гаражей. Каков алгоритм действий? Куда должен обратиться владелец именно такого объекта? Да. Для того, чтобы воспользоваться этой нормой этого закона, владельцы таких гаражей могут и должны обратиться в орган местного самоправления, на территории которого находится гаражный кооператив. Для этого нужно предоставить заявление, а с заявлением технический план на этот гараж. Важно очень собрать документы, все любые документы, которые имеются в распоряжении у владельца, которые относятся и которые подтверждают, что этим гаражом он пользовался до 30 декабря 2004 года. Именно на основании этих документов и будет приниматься решение предоставить ему в собственность земельный участок или нет. Важно, что земельные участки, которые расположены под такими гаражами, должны находиться либо в государственной, либо в муниципальной собственности. И под гаражную амнистию, кстати, попадают не только особенности этой гаражной амнистии, это не только гаражи, так называемые объекты капитального строительства, то есть имеющие неразрывную связь с землей, фундамент, но и гаражи, которые построены, возведены из листов железа. Мы все знаем о таких. Но в данном случае такие объекты нельзя оформить в собственность, но можно оформить в собственность земельный участок, находящийся под этим гаражом. И важно, чтобы такой объект находился в гаражном кооперативе. Вот вы говорите, нужны определенные документы, а если вдруг документы утеряны, что делать тогда? И есть ли какие-то подводные камни и нюансы у этой реформы? В каком случае человеку могут отказать и не зарегистрировать его имущество? Закон достаточно гибкий, он позволяет предоставить на регистрацию такие документы, как ранее выданные, пусть даже в советское время. Такими документами может являться договор на подключение к инженерным сетям, например. Если документы утеряны, можно обратиться в архивы. Можно также обратиться в органы БТИ, которые тоже в своих архивах посмотрят технические паспорта, из которых будет видно, что такой гараж построен до декабря 2004 года. Но гаражи есть далеко не у всех. Некоторые орловчане предпочитают оставлять свой автомобиль на так называемой парковке или просто на территории во дворе дома. Имеет ли право человек, может ли он зарегистрировать этот участок земли, может ли этот участок считаться машиноместом? И что вообще такое машиноместа? Такие участки под индивидуальный автотранспорт не попадают под гаражную амнистию. Для этого участка есть определенное название. Его определенное название, которое его можно будет найти в градостроительном кодексе. Это парковочное место. Такое место не попадает под определение машиноместа, потому что машиноместа – это специально отведенная в здание либо сооружение часть, которая либо ограничена, либо не ограничена строительными конструкциями, а также специально предназначена для транспортного средства. Поэтому место около дома – это не машиноместа, а парковочное место. И зарегистрировать в собственность его нельзя. И претендовать именно на этот участок, где человек постоянно оставляет свою машину и хотел бы это делать всегда, то есть нельзя. Земля общая, верно? Все правильно. Земля общая. Обязательным условием для организации такого парковочного места является решение собрания решений, либо собрания общего собственников помещений, собственников помещений этого многоквартирного дома, в котором они решат, что нужно на этом месте организовать парковочное место. Им также можно пользоваться, оставлять там свой автотранспорт, но зарегистрировать такой объект нельзя. Машиноместа тогда. Что есть в такой, как много таких мест в Орле? В Орле раньше понятие машиноместа, оно появилось с 1 января 2017 года, с момента вступления в действие закона о государственной регистрации недвижимости. Раньше такие объекты регистрировались как объекты, как помещения нежилые, и чаще всего в общедалевую собственность, что ограничило их владельцев также распоряжаться такими объектами по своему усмотрению. Как объект недвижимости теперь его можно поставить машиноместа и дальше пользоваться, также продавать его, дарить и сдавать в аренду. Ну что это такое? Это какая-то определенная площадка? Где она расположена? Это паркинг, так называемый, который в современных жилых комплексах? Все правильно. Это может быть определенная площадка в многоквартирном доме либо в сооружении, так называемой паркинге. Она определяется проектной документацией на это здание, либо сооружение, и закрепляется на месте специальными знаками на поверхности пола, специальными знаками в виде отметок, либо краской. Как определяются границы машиноместа и предельные размеры? Есть ли у нас предусмотрены ли они законодательством? Ну, границы определяются, как я уже сказал, проектной документацией, закрепляются отметкой на поверхности пола, либо краской, либо отметкой. По предельным минимальным размерам и максимальным, они действительно есть. Они утверждены приказом Минэкономного развития от 2016 года, который гласит, что предельный минимальный размер машиноместа это 5,3 на 2,5, а максимальный размер это 6,2 на 3,6. Но с апреля этого года внесли изменения в закон о регистрации, который теперь гласит о том, что максимальный размер машиноместа не ограничен. Это связано с многочисленными обращениями застройщиков, проектных организаций, которые должны были соответствовать вот этим размерам. И самое главное, что достаточно много техники, которая по определению не имеет своих габаритов предельных и размеров. Поэтому вот с 28 октября 2021 года машиноместа, максимальный размер его отменяется. Вячеслав Иванович, спасибо вам большое за беседу. Приходите к нам еще. Спасибо. В нашей студии был заместитель директора кадастровой палаты Парловской области Вячеслав Бувин. И к федеральным новостям. Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Деньги адресатам поступят в сентябре. Кроме того, в соответствии с указом главы государства 24 августа, российские пенсионеры начали получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. С вами был Сергей Сергеев. До свидания.